Всем привет! Сейчас вы узнаете суть панической атаки и что нужно делать, чтобы от нее избавиться. Для начала отмечу, что у панической атаки есть две основные функции. Это разрядка и второе это сигнал о помощи. То есть ваше бессознательно просто кричит, остановись, пожалуйста, обрати на себя внимание. Где-то что-то ты делаешь не так, где-то ты себя обманываешь и предаешь. Существуют четыре главные негативные эмоции. Страх, обида, вина и стыд. И все эти четыре эмоции требуют огромных энергозатрат. На уровне нервной системы происходит следующее. Вот сейчас я заброшу мозг. Значит, например, у человека происходит какая-то ситуация, да, какое-то сильно негативное событие. И он испытывает страх, да. И в мозге возникает очаг возбуждения. И еще закольцованное возбуждение называют, или круги ревербрации так называемые. И, значит, страх, он крутится. Вот эта эмоция, она крутится. Человек накручивает себя, думает, переживает. Но, разумеется, что постоянно человек не может находиться в этом состоянии, в этих переживаниях. И поэтому возникает другой очаг, очаг торможения, который подавляет, ну, больше он подавляет первые. И со временем, с детства, вот этих ядер становится все больше, больше, больше ядер негативных вот этих реакций. Больше, больше, да. Ну, и также ядер подавления становится также больше. И вот это все, оно требует огромных психических затрат, энергии. Значит, человек начинает подавлять эти переживания, переключаться на работу, секс, развлечение, алкоголь. И эта масса никуда не девается. Она растет. Накапливается. Человек переходит в режим контролера. Он контролирует вот эти подавленные чувства. Но в какой-то момент у нервной системы заканчиваются резервы. Да. Часто, кстати, панические атаки возникают на фоне сильного стресса, либо там, после употребления алкоголя или наркотиков, когда нервная система перегружена, истощается и дает сбой. И тело, как проводник, через которое все напряжение сбрасывается. То есть происходит паническая атака, сброс вот этой разрядки, то, о чем я говорил в начале. И у человека начинает колотиться сердце, затрудняется дыхание, пот, дрожат руки, знобит или тошнит, головокружение. Такое ощущение, как будто вот он сейчас умрет. Ощущение какой-то нереальности. Вот эта вся масса, она как гейзер взрывается. Значит, что касается различных препаратов, да, то они снижают активность вот этих вот всех центров. Их легче контролировать человеку. Но так как система адаптации у человека не меняется, то в конечном итоге чувствительность к антидепрессантам снижается. И они перестают помогать. И приходится искать новый препарат. Частая проблема в психиатрии. Что нужно сделать, чтобы избавиться от вот этих вот проявлений панической атаки? Разумеется, это проработать вот эти вот подавленные чувства, убеждения поменять и избавиться от всего того, что тянется в человеке с самого детства. Вот эти все травмы, все эти травмы, травматичные опыты, которые все еще находятся в нем внутри. И они на фоне все еще действуют. Можете посмотреть видео по психотравме. Там это хорошо описано у меня. Для того, чтобы по-настоящему проработать паническую атаку, недостаточно решить одну проблему, да? Так как она от зацепи другую. Нужно менять систему убеждений полностью у человека. Нужно высвободить вот эти все подавленные чувства. И тогда это внутреннее напряжение начнет уходить. И жизнь начнет налаживаться. И ввиду этого курс моей проработки, например, да, он составляет где-то 7 сессий, 7-8 сессий. Ну, можно больше, конечно. Но обычно за 7 сессий основные вот эти катализаторы, они прорабатываются. И человек ощущает значительное облегчение. И уходит вот эти вот панические атаки. И вот этого сброса больше не возникает. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайк и подписывайтесь.